Посмотрим, как пойдет дело. Если сейчас народ потянется, возможно, они дадут мне условный слог. Если люди все-таки проигнорируют, то я уеду в СИЗО. И, ну, в общем, ничего страшного, потому что это путь, который надо пройти для того, чтобы двигаться дальше. Любое препятствие, любые проблемы, они создают для нас новые возможности. Я пока сниму маску, потому что несложно говорить очень. И самое главное для россиян, я считаю, это почувствовать эту силу, которая у нас есть. Потому что мы просто забываем о том, что эта сила у нас есть. Что мы взрослые, сильные люди, которые отвечаем за свою страну. И когда в стране происходит такое, что мы видим сейчас, каждый день происходят такие безумные вещи, которые показывают, что нашу страну захватили просто натуральные бандиты. Не просто бандиты, но еще и бандиты-идиоты. Вот. То как бы стыдно, на самом деле, стыдно вот так сидеть и думать, что мы взрослые, вполне самодостаточные люди. И вот все это допускаем у себя. Ну, как это может быть? Ну, просто задумайтесь, просто подкройте глаза, очнитесь. И скажите, нет, хватит уже это все. Или вы с вещами пришли? Да, конечно, с вещами. Пришла с вещами. Я считаю, что самое главное, что я хотела бы сказать всем людям, это то, что у нас есть... Я по-черкому, что это насилие. Я за мягкую силу. И у нас есть очень хороший инструмент для того, чтобы все менять. Это выборы. Вам кажется, что выборы это фальсификации, за шулером и так далее. Это не так, как-то приходит много людей. Потому что меняет эту машину фальсификации, явка разрушает. И большой явки невозможны фальсификации. Возможно только откровенное переписывание, там, просто совсем откровенное переписывание результатов. И это сразу становится явным темой. Это вызывает реальное возмущение. Это сразу теряет легитимность тот, кто это делает, кто это переписывает. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы таких людей, как я, таких, как Константин Котов, просто людей сажали в тюрьмы, если вы не хотите, чтобы вас разрушали города, застраивались парки, вырубали, чтобы у нас были нормальные зарплаты, нормальная медицина, нормальное образование, просто ходите на выборы, выбирайте, думайте. Это единственный наш шанс что-то изменить.